Чем больше общих точек соприкосновения, тем крепче союз, говорят эксперты. Таких точек между Кыргызстаном и Венгрией много. Оба народа тюркского происхождения оба любят читать Чингиза Айтматова. На венгерский переведено 50 его произведений. Многие романы издавались в венгерском доме печати Европа. Теперь общих тем стало еще больше. В Будапеште открыт сквер, названный в честь Чингиза Айтматова. Мы верим, что произведения и творчества нашего земляка, великого писателя Чингиза Айтматова, среди народов Венгрии будут еще распространяться. Сегодня я, встречавшийся с народом, руководством еще раз убедился, что творчество знаменитого нашего писателя будет здесь долго и вечно жить. В Кыргызстане открытие парка имени Чингиза Айтматова в Будапеште восприняли как знак того, что кыргызско-венгерское сотрудничество в сфере культуры вышло на новый уровень развития. Культурное взаимодействие – основа сотрудничества во всех остальных сферах, отмечают в Минкультуре Кыргызстана. Данное мероприятие является данью уважения памяти нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Он, конечно, внес большой вклад в развитие культурных отношений между двумя странами. И в настоящее время у нас прорабатывается также двустороннее соглашение с венгерской стороной о сотрудничестве в области культуры. Для того, чтобы был реализован весь потенциал кыргызско-венгерского сотрудничества, одного душевного родства мало. Страны должны иметь транспортное сообщение между собой. Потому и была достигнута договоренность во время визита с уронбая Джинбекова в Венгрию об открытии прямого авиарейса «Бишкек-Будапешт». Насколько регулярным может быть рейс раз в месяц, раз в неделю, два раза в неделю, рассказать сложно. Но таким образом, если мы открываем, получается, с Венгрией сообщение, для нас это, во-первых, прямой рейс. То есть можно оказываться в Венгрии напрямую. Небольшой поток, но именно с Будапештом у нас есть. Именно студенческий какой-то, дипломатический для журналистов. Ну, для торгового оборота скорее больше как, скажем так, каботажный флот. То есть какие-то, может быть, перевозки наших дорогих продуктов, к примеру, там, колбасы, сыры. Если мы сможем их поставлять на довольно конкурентный рынок Европы, в том числе Венгрии, орехи, фасоль, возможно. То есть часть груза, например, тяжелого костера, могут взять в виде какого-то товара. Потому что у нас есть соглашение ВСП+, которое позволяет это делать. Конечно, не все пока идеально работает, но для бизнеса это тоже потенциал. Важность прямого авиасообщения с Венгрией для Кыргызстана заключается еще и в том, что благодаря этому рейсу поездки в Европу теперь станут проще и дешевле. А оттуда, конечно, уже гораздо легче, а что самое важное, дешевле. Потому что через Москву и Турцию все-таки дороже делать. Можно летать уже в Германию, Австрию, Францию, Италию. То есть в Европе все очень близко. И через лоу-костер это стоит действительно несколько десятков евро. До 100 евро можно на лоу-костер и полететь в любую точку Европы уже из Венгрии. То есть получается это как мим дешево. Прямого сообщения у нас не было. Это, конечно, объясняется тем, что до Европы очень долго лететь. Но и пересадка через Стамбул и через Москву очень влюняли этот путь. Превращали его, по сути, почти в целые сутки пути с пересадками, ожиданием. Поэтому прямой рейс нам был очень нужен. Точной даты открытия прямого авиасообщения названо не было. Однако на пресс-конференции по итогам встречи с Орунбаем Джейнбековым Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рейс будет запущен в ближайшее время. Необходимые экономические и юридические условия для этого уже созданы. Екатерина Токомбаева, Нурдан Крыбеков, Пирамида.